Всем привет! Сегодня 30 декабря и мною было принято спонтанное решение поехать на Новый год в Адлер. Я еду одна, я беру с собой скейтборд. У меня нет абсолютно никаких планов для того, как буду я праздновать Новый год, с кем я это буду делать. Ну, изначально я планирую, что я буду праздновать Новый год одна. И это было мое решение. И я считаю, что это будет хорошее приключение. Сейчас время в 9 часов утра, я собираюсь. Мой рейс на самолете перенесли. Я должна была вылететь в 12.30 и перенесли рейс на 16.20. Поэтому у меня есть время, чтобы собраться, купить вещи, носки там, либо еще что-то и спокойно поехать, полететь в Адлер. Я в Адлере не была огромное количество лет. Я была там последний раз, когда мне было, наверное, лет 10. Сейчас мне 29. И я без понятия, что там будет, но это будет интересно. А вас я зову вместе с собой в это приключение. Так как я путешествую со скейтбордом, вы очень часто задаете вопрос, можно ли его взять с собой ручную кладь. Сразу отвечаю, нет. Его либо нужно сдавать в багаж, либо его иногда некоторые авиакомпании определяют как негабаритный багаж. В этот раз мне просто его пришлось сдать как багаж. И, в принципе, налегке с одним рюкзаком я пошла в салон самолета. Народу было обычно, то есть не было супер толпы, не было супер мало людей. То есть полный самолет. И вот я уже прилетела в гостиницу. Мой номер сейчас вам продемонстрирую. Как выглядит номер. Кровать. Зеркало. Санузел выглядит вот так. Здесь анетас. Душевая зона, скажем так. И у меня здесь, представляете, есть балкон. Вообще не припомню, когда в гостинице был балкон. Прикольно. Надо пройтись до магазина. Весь вечер я гуляла в окрестностях отеля, где я сняла номер. Дошла до пляжа, посмотрела, какие продуктовые магазины есть вокруг. В основном это Магнит и Пятерочка. Но продукты я покупала в основном в Магните, так как местные продукты были достаточно дороговаты. Перед вами утро 31 декабря. Было здорово, что солнце заходило прямо в мои окна. И было здорово встречать рассвет. Как прошел весь день 31 декабря? Я гуляла, каталась на скейтборде. И в определенный момент я поняла, что уже закат. И мне пришла в голову идея встретить последний закат 31 декабря прямо у моря на пляже. И я очень беспокоилась, что я не успею все это организовать, потому что с одной стороны по карте было очень близко до набережной, с другой стороны там был достаточно сложный заезд. И я в голове уже смирилась с мыслью, что я не успею. Посмотрела расписание, мне оставалось буквально 30 минут, и я просто, что есть сил, ехала, чтобы успеть на закат. Я направляюсь встретить последний закат в этом году к побережью Черного моря. Ну что, успеем? Я думаю, что успеем. Чуть-чуть осталось доехать. Я была очень впечатлена на контрасте с погодой Питера, насколько все поменялось визуально. Это и зелень, и пальмы, и плюсовая температура. И вот как раз вот этот момент, пока я ехала до пляжа, чтобы встретить последний закат 2020 года, я прочувствовала всей душой, насколько правильным было мое решение улететь из Питера в Сочи, чтобы встретить хоть и в одиночестве этот последний день, ну, этого года. Ну что, ребята, последний закат в этом году. И я счастлива вам представить его. Когда-нибудь я буду встречать закат на побережье Калифорнии. Я дала себе это обещание. Пока. Пока последний сон за 2020 года. Да. Провождаем будет воскресенье. После того, как я проводила последний закат 20-го года, я направилась в сторону Олимпийского парка. Меня удивил факт того, что после того, когда зашло солнце, еще как минимум минут 40 было светло. Я скажу, что я добралась до Олимпийского парка, абсолютно не поняла, что там делать, потому что стало темно в этот момент, и, в принципе, подсветки парка было недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно, катаясь на скейтборде. Поэтому в целом я в какой-то момент остановилась, посмотреть, как красиво вокруг, и уже направилась в сторону дома. Я купила себе еды для того, чтобы отпраздновать 12 часов, и думала до последнего, буду ли я гулять, либо останусь в номере. Ну, получилось так, что в целом я отдыхала в номере и никуда не пошла. Мой новогодний ужин. Овощи на гриле, куриное филе на гриле и сидр. Соус растекся по пакету. Магадан, с Новым Годом. В 11 часов вечера я созвонилась со своей бабушкой, и мы, наверное, минут 50 разговаривали о том, как прошёл год. Я рассказала ей о своих переживаниях относительно моего развода и всего остального. Ну, как подвели вообще итог того, как всё прошло, как прошёл вообще 20-й год. И в целом получилось так, что когда уже непосредственно был бой курантов, мы созвонились с родственниками, и вот таким образом выглядела наша поздравительная тусловка. К сожалению, запись экрана моего телефона не записала звук, который был во время боя курантов и во время нулей. Но мы кричали «С Новым Годом!». Моя мама поехала в Москву к нашим родственникам праздновать Новый Год за семейным столом. Моя бабушка Таня встречала Новый Год в Ейске одна. И я точно так же встречала одна Новый Год в Сочи. Но с одной стороны я была одна, с другой стороны меня окружали и вы, и мои подписчики, которые поздравляли меня с Новым Годом в моём Инстаграм. И плюс мы так созвонились по видеосвязи, по WhatsApp со всеми родными. И я считаю, что это тоже был достаточно хороший вариант объединения в такой праздничный день. Вернее, ночь. С Новым Годом! С Новым Счастьем! Ура! А у меня праздничный гранат. Всем привет, ребятки. Ну что, как выглядит утро 1 января 2021 года? Я нахожусь в городе Аблер. Здесь зелено, 11 градусов. И только что было время 11.11, я загадала желание. Естественно, это уже моя традиция. Я не рассчитываю на то, что я смогу сегодня позавтракать полноценно и найти где-нибудь утром здесь кофе на соевом молоке, потому что, в принципе, все заведения 1 января не работают. Но просто потрясающе теплое солнце сегодня. И я даже мечтать о таком не могла, чтобы встретить Новый Год в тепле. Я встречала Новый Год одна. Для тех, кто подписан на мой инстаграм, вы видели, как это происходило. В принципе, все вышло очень даже неплохо и весело. И это один из самых уютных праздников, которые у меня были за всю мою жизнь. Я проводила солнце, закат. Я ощутила вообще, как это действительно проводить Новый Год. И сама цифра 0000, это, конечно, было не так важно, как тот церемониальный момент, как отпускание 2020 года, как это было вчера. Я буду кататься на скейтборде и показывать вам, как пройдет мой день 1 января. Я буду чилить, отдыхать, кататься и фотографироваться с пальмами, конечно же. Гуляя по набережной, я приняла решение поехать именно в Сочи. Я купила себе сырники с кофе на банановом молоке. Это было вообще самое лучшее приобретение 1 января. Класс! И я на «Ласточке» добралась до Сочи. Я очень извиняюсь за то, что я называю Адлер отдельным городом. Просто у меня в голове с детства отпечаталось, что Адлер — это отдельный город. И уже потом в комментариях, в инстаграме меня исправили. И сказали, что вообще-то Адлер — это тоже Сочи. Я была очень сильно впечатлена дорогой от Адлера до Сочи. Это было потрясающе, невероятно просто. Вот эта история с пляжем, с морем, с солнцем. Я прям прослезилась в тот момент, когда наблюдала. Весь путь 30 минут на «Ласточке» был вот в такой потрясающей атмосфере. И это незабываемое впечатление. Если вы когда-нибудь приедете в Адлер либо в Сочи, обязательно прокатитесь на «Ласточке». Стоимость билета — 250 рублей. Есть вариант купить билет на электричку. Он стоит 120 рублей. И, в принципе, он не намного дольше едет. Там на три остановки больше, если я не ошибаюсь. Приехав в Сочи, я решила направиться сразу же в местный скейт-парк. И я зависла там на пару часов. Хотя изначально не планировала кататься. В этот день, кстати, было не так много народу. Потому что потом я испытала судьбу и приехала еще раз в этот парк. И там уже просто было невозможно кататься. Обратный билет я взяла на электричку, подгадав время таким образом, чтобы из окна этой же электрички можно было наблюдать закат. У меня, в принципе, за то время, пока я была в Сочи, не было практически ни одного дня, когда я бы пропустила это потрясающее зрелище. Потому что в сочетании с морем, это большое небо, это выглядело просто невероятно. И меня в такие минуты захватывают эмоции, когда я понимаю, что вот это жизнь. Я прожила еще один день. И этот закат, это как символ того, что еще один день подошел к концу. И это прекрасное солнце уходит, чтобы попрощаться с нами. Но оно выйдет еще раз. Ну, не знаю, что-то в этом есть. Погода, кстати, очень интересная, потому что утром свежо, днем жарко, и вечером уже хочется одеться потеплее. Единственное, о чем я пожалела в этот день, что не взяла с собой рюкзак, чтобы скинуть теплые вещи в него. И это было мне уроком. Как раз на следующий день я исправила ситуацию. И этот вечер я также провела дома одна, купила себе шашлык с овощами, который был очень дорогой, но очень вкусный. И встретила уже следующий день. Я решила позавтракать, поехав на пляж, там, где я отдыхала, когда была маленькая. Мне вообще очень круто флэшбэкнуло в то время, когда мне было 10-11 лет. В принципе, в завтраке на море что-то есть. Особенно при условии, что светило достаточно теплое солнце, что народу было очень мало. И что ты сидишь себе, уплетаешь свой кофе с булочкой и думаешь о планах на будущее. Голова становится более ясной. И в этот период просто опять же ловишь себя на мысли, что как прекрасна эта жизнь и как здорово, что опять же есть возможность так сорваться и поехать абсолютно в другой город, чтобы прочувствовать абсолютно другую атмосферу. И если вы вдруг никогда не путешествовали одни, я, мне кажется, могу легко и уверенно рекомендовать вам испытать это на себе. Тем более, что мой отдых продлился три дня, и я впечатлена была по полной. Можно даже сказать, что это был прям такой хороший полноценный отдых. Смена обстановки помогает отвлечься от каких-то моментов, посмотреть на жизнь с другой стороны. И, конечно, я вообще никогда не забуду этот контраст между пальмами и новогодней елкой. Я хочу сказать большое спасибо вам за поздравления с Новым годом. Поздравляю вас с уже наступившим 2021. И хочу сказать, что жизнь одна, и проживите ее так, как вам хочется. Всем огромное спасибо за просмотр и пока!